Я даже не знаю, зачем мы это снимаем. Иди, малины, пожрём. Всё. На, дальше ты снимаешь. Ну, не знаю. Выключится. Мы гуляли просто по городу, правильно? Правильно. Вот. Забыли переключить видео на широкоэкранку, поэтому оно будет 16 на 9. Приятного просмотра. Да. Не, не, сейчас. Да. Ты за мной поглядывай, а то сейчас меня бы вон прокурорской машиной переехало, и всё. Ха-ха-ха-ха-ха, я же сплю иду. Перепутал. Оказывается, вот прокуратура. А там, наверное, было какой-нибудь МВД. Здесь тоже, смотри, полукругом сделано. Ну, да. Ты-то за мной, чё ходишь? А мне идёшь. Можешь на лавке посидеть. Ну, да. И крест, как ты не скажешь. Я не уверен, да, но овраг, возможно, давно уже переделали. Я здесь сто лет не был, поэтому сложно сказать. И когда вот это шоссе делалось, да, я думаю, оно вот и проходит через этот овраг, где были раньше трубы. Где, помню, мы тусили. Мы сейчас ещё до тех кустов дойдём, и там будет видно, точно ли я так рассуждаю или нет. Но мне кажется, раньше какая-то теплотрасса или что-то здесь проходила. Потому что мы, как он, от политеха недалеко тогда уходили. Я помню, пацаны ещё в Владимирске говорили, пойдёмте тусить за политех. Потому что мы были у бабули, когда ещё стояли там ларьки. И вот в тех ларьках мы потусили и пошли сюда. Потому что те ларьки, они вон там где-то находятся. Ладно, сейчас будем разбираться, вспоминать. Я сто лет тут не был. Пойдёмте. Я сейчас сам для себя посмотрю. Ну, здесь есть такое, нет. Не, уже ничего нету этого. Значит, это всё-таки овраг вон тот был. Я даже не знаю, зачем мы это снимаем. Иди, малины, пожрём. Не хочешь? А я поём. Ну, почему ты не хочешь? Тишина! Нет, чё, прикольно. Видите? Посреди Владимира можно поесть ягод. Можно сказать, по любимой цене Scrooge McDuck'а. То бишь, бесплатно. Работает микрофон. Надеюсь, звук слышен. Моё чавканье в микрофон. Ну, я много малины есть не буду. А то ещё нафиг настынешь. Сейчас день-то ветерком обдует, и всё. И жесть. Ладно, ещё одну. Тебя всё равно не слышно. Я не знаю, слышно не было. Точнее, слышно было или не было. Слёга надо мной угорает. Ещё одну, ещё одну. Ну, и в камешку уже малины нет пожрать. А вон, смотри, какие офигенные. Нельзя такое упускать. Ха-ха-ха-ха. О, сцени. Тем более, после радиационного кислотного дождя, как не съесть. Вроде даже без червяков. Ладно, хорош угорать, пойдём дальше. Субтитры подогнал «Симон» Я на этой высоте первый раз. Я никогда к нашей администрации, Владимирской, не подходил. Так, обычно то на машине мимо проедешь, то издали посмотришь. И отсюда такой классный обзор. Неудивительно, что они её на этом месте построили. Класс. А вон то здание, оно вообще самое интересное в этом городе. Не дай бог вам никому туда попасть. Тебе не кажется, что дождь пойдёт? Но если дождь пойдёт, мы вон туда встанем. Сними вот так ещё раз, а? У нас, наверное, будет третья часть, последняя, заключительная. Даже это нельзя назвать на задворках города. Это уже, можно сказать, на парадном входе города. Ну, кто из наших подписчиков, ну, хотя бы с трёх раз угадает, что это за здание? Напишите в комментариях. Так, я думаю, на этом месте мы больше снимать не будем. Смотри, как церковь круто видно. Все прямо практически. Дмитриевский собор, да? Вон, видишь? Вон. А, вон так. Купол. Сейчас, подожди, я пробегу. Вон, Дмитриевский собор. Потом Успенский. Не знаю, что это за церковь. Врать не буду, но она ближе к нам. Вон та церковь ещё, да? Потом, чё мы видим? Видим другую церковь. В общем, это церковь, которая стоит недалеко от музея. Золотые ворота. Потом Старообрядческая церковь, в которой красное здание, в ней находится, насколько я помню, музей Крусталя. И вон видно католическую церковь. И ещё одну, но я не знаю, что это за церковь. Вот такая отсюда красота. Чего там? Ты заулыбался? Ну и что? Ладно, пойдём. Не будем смущать охранников на камерах, потому что мало ли они думают, мы тут какие-нибудь хорошие вещи говорим. У нас же просто так снимать люди не приходят в такие места. Это мы туристы. Местные туристы, если что. Паспорт в камеру разворачивать не буду. Придётся поверить на слово. Вот я ни разу не видел это место, что здесь стоит полуторка. Сейчас пойдём посмотрим. Мне вот интересно, через эту звезду много людей проходит. Написано 1945, Урал, ЗИС, по-моему. Если я правильно прочитал. Ну да, ЗИС. Даже со звездой. Сними её без ширика. Мы последний раз где полуторку? В Нижнем Новгороде, наверное, видели, да? В крепости. Вон, смотри. Дверь даже деревянная. Я вот даже не догадывался, что здесь такой стоит. Прямой я телевизор не смотрю. А в интернете, в предложке, у меня вылазит другое. Автомобиль ЗИС-5. В годы Великой Отечественной войны. Один из основных грузовиков Красной Армии. Объём двигателя 5,5 литра. Мощность 73 лошадиные силы. Так, в снаряженном состоянии мог буксировать рецепт массой до 3,5 тонн. Выпускался до 1948 года полностью из советских деталей. Пробег до первого капремонта достигал 100 тысяч километров. Благодаря надёжности и проходимости грузовик уважительно называли в войсках Захар Иванович. Прикольно, да? Ну, пойдёмте теперь смотреть пушки. Так, 122 миллиметра. Гаубица Д-30. Разработана на замену дивизионная гаубица М-30, состоявшая на вооружении Красной Армии с 1938 года. Модернизированная гаубица Д-30 выпускалась в послевоенное время. Артиллерийский расчёт – 8 человек. Масса в боевом положении. Так, это у нас сколько получается? 3150 килограмм, 3 тонны. Так, скорострельность до 8 выстрелов. Минуту дальность стрельбы. Круто. 15-300 метров. Мой отец не жил, а после войны умер. И все молодые. И оставили соседшие. Это не счёт. Наши дни гаубицы Д-30 используются для холостого полуденного выстрела в Петропавловской крепости Санкт-Петербург. Я надеюсь, было слышно, что эта женщина сказала, что отец у неё погиб как раз в войну. Он был солдатом на гаубице. Умер он у неё молодым. И оставил их с сестрой-сиротами. Вот так вот. 85 миллиметров дивизионная противотанковая пушка Д-44. Разработана советскими конструкторами в 1944 году. Принята на вооружение советская армия в победном 1945. Артиллерийский расчёт 6 человек. Массово в боевом положении 1725 килограмм. Скорострельность 25 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы до 15820 метров. Различные модификации пушки Д-44 находятся на вооружении сегодня. Видимо, там дальше должны быть ещё. Если кому-то надо, можно навести телефон на QR-код. Мы тут обнаружили музей-заповедник. Вот думаем, сходить в него нет. Белый камень. Очень интересно. Слушай, а это камень написано откуда, да? А то я не читал же. Нет, я хотел сказать, что это не из Дюкинского карьера привезли. Какая не такая пицца. Хочется другую, да? Ну, пошли. Ну, чего ещё припёрлись изначально? Посмотреть и попить зелёного чайку. А уж чё? Ты припёрся? Я не знаю. За мной? Ну, понятно. А я? Типа за тобой хожу. ДНС, третий этаж. Чего-то... Никак не сообразишь. Я не говорю, что это не собор, я говорю, никак не это не расположился. Это грязь. Серьёзно. Вот расположился. Залезли мы на какой-то четвёртый этаж, какого-то нового торгового центра, шкафе. Чё? Ну, не знаю. Выключим пока. В общем, залезли мы на какой-то третий, как Серёга говорит, этаж. Типа первый в подвале, мы потом стоим, посмотрим ради интереса. Я не знаю, куда ещё сегодня сходить во Владимир. Не сказать, что мы всё время на задворках города. У меня сегодня что-то болит вообще голова. Ужасно, как будто мне вот глаз сюда врезали прямо. И ещё самое прикольное, это вон всё, что мы сидим, а как раз нас видимо с кухон пятых этажей вон того дома. Это вообще оружие. Ну, угарно по мне. Так что как-то вот так вот. Это ты острую пиццу заказал, да? Да, и с досыпанием перца. Да. Вот настолько, нахуй, мне кажется, не острый, что я даже... Ну чё, угарно. Как тебе вообще пицца-то? Должно. Ну и хорошо. Вот кто-то живёт до сих пор в центре города практически и со своим огородом. Вообще супер. Ха-ха-ха. Пойдём, посмотрим, сколько лазило. Тут целый вон комплекс. Дети лазят. Ну, тут говорят, без инструктора лазить нельзя. Я бы сам тут полазил, я вот так думаю. А если сюда, к примеру, прийти ночью, то охрана, наверное, выгонит. А так-то можно было бы неплохо здесь поугарать и самому. Вход без инструктора... Так, блин, я думал, кто на велике едет, дёрнулся. Вход без инструктора и страховочного снаряжения запрещен. В общем... Слушай, ну тут реально, смотри, по брёвнам надо лезть, по покрышкам. Надо как-нибудь сюда приехать в спортивном костюме и самим попробовать полазить. Жалко, у нас нет камер на голову. Хотя не, можно Стасовской 360 поснимать. Вот. Но я вряд ли соберусь. Это я уж так тут размечтался. Не, ну слушай, ну тут круто. Я бы сам здесь полазил с удовольствием. Я не знаю, как остальные. Вы бы вот... Вот здесь стрёмно, наверное, идти. Прикиньте, вот так каждое это отдельно мотается. И надо и держаться, и держать равновесие. И даже всё равно, если я вот думаю, там страховка, да, цепляется. Я думаю, там стрёмно проходить. А я что-то и не знал, что здесь такое есть. Я говорю, мы ходим по Владимиру, только по главной улице. Можно сказать так, с оркестром. И не знаем, что творится вокруг. Правильно сказал Серёга. Вот всё, что мог сказать Серёга. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Хотя здесь эхо, если ты будешь говорить громко Добро тебя слышно хорошо Логично же Логично Так, не забываем Чемоданы Чемоданы? Если что, смотрите себя в нашем влоге вон тоже чувачки со штативом гуляют да чё-то тут я одеваю чума дам так а это чё за хрень такая летающаяся как-то она поднимается как ты думаешь выпустите нас пожалуйста я же матери это я прикалывал он ребята что-то красят да не прикольно такое это все на месте делается опа до свидания ну что не он видишь она поднимается суши я предлагаю на ней покататься это это как сюрприз такая карусель была в советском союзе только там стоишь держишься но перед этим лучше конечно найти туалет не осушить чё тема давай попробуем просто как это вижу я я бы прокатился только вопрос другом как мы будем это снимать на ходу что мы катаемся а почему мы это не снимем а я думаю можно как-то снять попробовать оттуда во просто надо посмотреть как они сидят там и чего вообще происходит но это я вижу что учитесь ребята лайфхак ну чё пойдем искать где тут чего чё как да мы сейчас разберемся сейчас секунду давай все-таки лучше микрофон пределу лишь бы только его не удула сдувать больше шумодам что даже голос иногда ключ так он включился сам вашу микрофон сам неудово да так все работает ну серега дожди не слушай я тут не вместимся подожди так ты давай где-нибудь в другом сушь сидеть без разницы где да нет я имею до посередине или где так ребята это было самое безумное что я задумал ну все поехали да ну и хорошо я наверное лишь бы не улетел телефон телефон я чисто за телефон рублюсь вот если еще микрофон я удержу но возможно удержу да наверное готов так серега есть чего он там у меня сидит да но тебя это не особо видно но тем не менее ну все ребята мы полетели так запись идет так вон серега можешь ручкой помахать пока не сильно да да боу начинается треш и сам гламб держись то вот это тема ребята мощно серега говорит что нормально четко вот давно я на такой хрени не копался в прямом смысле слова нисколько не жалею что я сейчас так четко ребята это супер я помню я катался в ялте на колесе маленький вот я там реально чуть не вылетел вот это было да а здесь более менее в общем здесь весь аттракцион три минуты уж не знаю как я отсюда буду слезать но это что-то в общем я наверно уже помолчу вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, по-моему, наша сказка подходит к концу Даже не знаю, как я себя чувствую, но голова немного кружится Врать не буду Короче, староват я стал для таких аттракционов Но это было мощно Так Теперь Самое главное Не упасть, когда встанешь Это было что-то Так Проверяем Все карманы Все ли у меня на месте Ну, че, пилот-то там живой Я какой-то полупьяный теперь Ха-ха-ха Ну, че, как? Штормет? Да Вот и меня Как будто Я врезал Я не знаю, там Фуфыр-водяры По ощущениям столько Короче Че-то я старый стал для таких аттракционов Не, ну, слушай, вообще шикарно Жалко, конечно, сейчас нет вот этого Как раньше сюрприз-то был в Советском Союзе Стоишь вот так И тебя так же вот крутят поднимая Фуууууууууууууу Это было круто Но меня теперь мутят Тошнит Видимо, я Слишком старый стал для таких покатушек Но это было классно Тебя не мутит тебя? Нет А меня вот мутит Хотя должно было быть наоборот Да, что-то пошло не так Я не знаю, чего Но все, скорее, потому что у меня сегодня башка болит и жарко Вот я в кафе сидел, говорил, у меня болит голова После этой карусели у меня уже голова не болит У меня даже глаз прошел У меня сразу все как рукой сняло Так что если у кого проблемы со здоровьем Очень болит голова, давление Вот, советую, лекарство Всего 200 рублей за 3 минуты Вот, единственный побочек на эффект это тошнит Все, остальное все как рукой сняло Легкость в теле Что еще? Как я еще себя чувствую? Как космонавт на Луне Нет, адреналин не был А я ничего толком не видел Я смотрел на твою голову Держал телефон, другой рукой держал микрофон, чтобы его не сдуло И ногами уперся в это Вот поэтому так и было Ну что? Пойдем дальше? Все Ну а что? Я еще жив Нет, такое не повторяется Так что мы поехали домой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok